Здравствуйте дорогие друзья! С вами Дмитрий Евланф и канал Сады Тамбовщины. И что же перед нами? Перед нами два саженца гортензии крупнолистной и два саженца и два саженца бругмансии. Бругмансию я еще никогда не выращивал, а гортензию крупнолистную пробовал выращивать в условиях как кадочные растения, то есть не в открытом грунте, а в больших емкостях и заносил эти емкости в подвал. Но у меня было две гортензии, одна гортензия обычная, другая гортензия крупнолистная триколор, ну и первая гортензия тоже крупнолистная, просто сорт не знаю, вот. Вторая гортензия крупнолистная триколор. В этом году я их опускал на зиму в подвал и одна гортензия, которая вот не триколор, а вторая, вот, она значит не перезимовала, потому что очень-очень рано в январе месяце она проснулась и начала активно нарастать. Я ее занес домой из подвала, но в доме ей то ли очень жарко оказалось, то ли я ее очень обильно подкормил гуматами, что раскислило почву, и может быть она этого не пережила, вот, я не знаю. Но будем пробовать еще, будем сажать. Вот такие вот небольшие саженцы, значит, и что я хотел вам рассказать. Саженцы посадим сейчас вот в такие вот емкости. Бругмансию посадим в 10-литровые ведра, а гортензию крупнолистную пока посадим в 5-литровые ведра. Пока возможности купить большие горшки, там, 10-15-литровые или 20-литровые нету. А к нам приезжал воронежский какой-то завод вторсырья, и вот продавал вот такие вот ведерки пластиковые. Ну, вот такой вот 5-литровый ведерок стоит 40 рублей. Вот, я думаю, что это недорого, это бюджетно. Вот, вот такое ведерко стоит 10-литровые 60 рублей. Ну, вот я немножечко подзатарился такими ведерками. И пока вот эти вот молодые саженцы, они находятся вот в таких вот контейнерах, я посажу, сейчас сделаю перевалку вот в такие вот емкости, ведерки. Еще раз, бругмансия, так как она должна очень быстро нарастать, мы посадим в 10-литровые. Гортензию пока посадим в 5-литровые. Что мы здесь имеем? Расскажу немножко. Обычным пером, вот шуруповерт, вот с таким вот пером, обычным пером сделал отверстие в дне. Вот, для дренажа, вот. Теперь что, берем обычный черный укровной материал и застилаем, вот так вот застилаем все, чтобы у нас земля при поливе не вытекала и какие-то там частички не вымывались куда-то там на поверхность. Вот, теперь мы сейчас возьмем обычный перомзит. У меня он не новый, у меня он бэушный. Сейчас сделаем дренажный слой в емкостях, вот. А потом я вам покажу, как я буду мешать грунт. Итак, друзья, засыпал дренаж в ведерке. Вот, вот мои растения. А сейчас пойдем с вами мешать грунт. Что у нас для грунта есть? Для грунта у меня есть вот два контейнера по 45 литров хвойного опада, чтобы сделать его воздухопроницаемым и легким. Ну и обычно наша огородная земля. Сейчас будем мешать. Итак, друзья, хотел вот что вам показать. Вот у меня хвойный опад, но хвойный опад, он здесь вместе с хвоей и с листиками, с такими полуперепревшими березовыми лиственных деревьев. Вот, и что хотел сказать, что не получается хорошо его перемешать вот на открытом грунте, с грунтом именно. И поэтому что я сейчас сделаю? Я сейчас просто беру вот так вот. Вот он, хвойный опад. Тут немножечко попало земли. Вот, закладываю в емкость. Рукой и совочком просто вот так вот все это немножечко пересыпаю землей. Опять беру хвойный опад, закладываю в ведро и пересыпаем вот так вот всем грунтом. Обычным огородным грунтом. Вот, для того, чтобы все это как следует просело, вот одно ведро я уже набрал и проливаю вот так вот водой. То есть это все сейчас хорошо просядет. Грунт вот этот вот огородный, он хорошо сейчас весь промоется в этот вот хвойный опад. Вот и там будет заполнение, я думаю, очень хорошее. Так что мы сейчас вот таким вот макаром и заполним наши емкости для большего удобства, так скажем. Потому что перемешать, вот 45 литров я вобрел кучку и перемешать ее, ну это достаточно трудоемкая работа. Особенно если этим занимается женщина. Сейчас я заполняю все мои ведерки. Таким вот образом. Ну а потом буду снимать перевалку. Так, друзья, что бы еще я хотел снять? То, что сейчас вот после того, как посажу растения вот в эти наполненные ведерки, я их присыплю вот таким вот хорошим рассыпчатым именно прям субстратом. Получаю я его вот хвойный опад весь целиком у меня. Ставим вот такой ящик на второй 45-литровый контейнер. И вот этот вот весь отсюда субстрат. Мы, ну одной рукой, конечно, неудобно работать. Вот так вот я его просеиваю. И все прогоняю вот через это, так сказать, сито вот такое вот крупное ячеистое. Вот получаем, что мы вот и получаем. Какие-то вот крупные фракции можно оттуда убрать. А получаем вот такой вот хороший, питательный и влагоемкий и воздухопроницаемый субстрат. Так как даже вот огородная, вот эта вот почва у нас, она все-таки очень глинистая и очень тяжелая. Вот. И тем не менее мы получаем вот с таким, с таким нехитрым приспособлением вот такой вот хороший субстрат. Итак, друзья, не знаю, получится сейчас или нет, но как-то вот так вот у меня все расположилось. Итак, бругмансия достаем, аккуратненько обжимаем. Тут вот видно, что корешки прямо вот на камеру не видно, то, что я говорю. видно, вот то, что корешки прямо повылазили все из земли. Да, и здесь вот очень хорошо видно эти все корешки. Поэтому обжимаем аккуратненько контейнер и достаем. Отличная корневая. Вот. Отличный укоренившийся череночек. Череночек, я даже не знаю, как. Вот, наверное, череночек был. Или вот так череночек был. Вот. А вот это все, что выше, это наросло уже в этом году. Ну, вот сейчас посажу и понаблюдаю за бругмансией в условиях Тамбовской области и летом, и зимой. Как она будет себя вести. Итак, сажаем. Давайте достанем второй черенок в бругмансии. Вы, наверное, заметили, что один в коричневом горшке, один в белом. По логике должна быть вот эта розовая бругмансия, вот эта белая бругмансия. Но продавец меня обнадежил таким словом, что на удачу, как повезет. А то, может быть, будут и оба одинаковые. Итак, достаем, обжимаем второй саженец и достаем. Снизу корни тоже выступили, значит, оплетен, наверное, будет должен хорошо. Да, оплетен ком очень хорошо. Гришки все белые, все хорошие. Единственное, что у нас дует опять сильный ветер. не знаю, как будет меня слышно. Итак, сажаем второй черенок бругбансия. И вот у нас наш рассыпчатый грунт. Мы засыпаем все именно вот таким рассыпчатым грунтом, чтобы корешки дышали. тем более засыпали мы ведерки там не так основательно все. Так что я думаю, что все это просядет еще у нас. и то есть вот этот грунт, который в ведерках, он просядет и будет все нормально. Сейчас я аккуратненько их полью и займемся перевалкой гортензии крупнолистных. Ну вот этот вот грунт он плохо смачиваемый пока не очень влажный. Ну тем более конечно нужно ему притереться еще друг к дружке так что после нескольких проливов я думаю будет все нормально. Итак достаем вот такую гортензию крупнолистную с красными листами. Вот. Но здесь наверное корневая будет не такая хорошая я так думаю потому что это в этом году всего лишь укорененный черенок. Ну сейчас посмотрим. земля здесь конечно обыкновенная потому что это уже растения купленные у нас даже горшок вот невозможно никак обмять если там посажено было. Ну нет достаточно хорошо оплетен корневой ком так что я думаю будет все хорошо. И так сажаем немножечко заглубим вот так вот сейчас я эту гортензию и получилось собственно говоря у нас уже посажено. Вот единственное что чуть-чуть сейчас присыплю просто вот так вот как бы замульчирую можно и так сказать. И вторая крупнолистная гортензия тоже корененный черенок но растение пошло расти в куст достаем здесь вот земля кстати помягче так ну что сказать тоже корневая уже достаточно хорошо развита она уже оплела весь ком конечно там закручиваний нет никаких пока еще но тем не менее вот весь ком оплетен и так сажаем отсюда вот мне придется немножечко даже убавить еще убавим так и сейчас вот здесь вот немножечко землячкой завалим а потом уже замульчируем так ну что мне осталось пролить все и будем смотреть что с этими растениями будет дальше всего доброго всем пока